всем привет дорогие друзья на канале зоу софи ну что у нас пришло время уроки как вы думаете мышки вы готовы да вот то есть это вот 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 что вот это вот все я им накупила всякую кучу разных штучек-дрючек поэтому надо будет делать да привет сейчас дам ручку сейчас нет рука в ранах не будешь кубничку ты не будешь кубничку они уже сегодня ели приобрела им вот такую вазочку не очень понравилось это чтобы они этот в песочке купались не нравится наконец-таки скажут мышки я им приобрела их такой же как у него и был новый дом который вот у них будет под кормушки а здесь вот они вот это все двухополучненько любят выгрызать прям обожаю они просто прогрызли уже старую но сейчас это увидите и еще один мост который можно будь хочешь то есть поэтому мышки теперь будут довольны и счастливые столько будет нового и сена там еще им сейчас купила итак приступаем к уборке видите сама дюна такая немножко как будто бледновато белая белесая такая это у нас стоит в комнате увлажнитель и он распространяет воду и много где остается такой белый осадок не очень приятное такое явление но со многих поверхностей что хорошо он отмывается достаточно легко и быстро поэтому как таковых проблем нет но вот видите вот этот он такого будто пыль а это от увлажнителя удивительно конечно выглядит но вот так итак начинаем естественно с того что мы ловим наших девочек кстати ловить песчанок на самом деле на удовольствие они из своего любопытства всегда сами лезут в баночку который их ловишь то есть у них вот природное вот их это любопытство настолько сильное что они но еще может быть то что на самом деле они уже привыкшие привучено прирученные то есть они меня хорошо знают поэтому как бы спокойно доверяют вот насыпаю как всегда в этот террариум маленький в котором у меня сидят пока ждут пока у них уберу и корм туда же высыпаю чтобы им повеселее там сиделось и вот берешь баночку и они просто сами туда ныряют причем в маленькие в свои вот эту баночку они еще не знают но все равно нырнула и все сразу оп вынуждены вот но все равно ныряют быстро они в нее главное видите насильно их туда не толкать она сразу убегает то есть атакой просто подносишь и показываешь она сразу же прыгает туда сама абсолютно и так все время происходит вот эти за секунды то есть не надо их ловить я просто знаю когда убираются у хомяков то их там нужно иногда еще отловить но чаще каш проще понимать что они спят но хомяки могут там напасть укусить еще что-то вот а песчанки нету пожалуйста хоп и все и они уже в баночке в этот раз в этот раз хочу чтобы тоже обратили внимание я заметила что если честно они очень у меня подросли они прям выросли вот я сейчас показываю почему я думала что я показываю вам в камеру это показываю маме как они выросли говорю об этом то есть они вымахали реально до каких-то огромных размеров ну как то есть они были меньше а сейчас вот сейчас они в камеру попадутся вон они стали прям большие попозже потом приближенно еще сниму я что-то в этот раз посмотрела как-то они знаете подвыросли то есть я вот помню еще раньше тоже когда смотрела выставки где присутствуют песчанки вот и там они знаете такие большие в руках и я все время смотрела на своих малышек и думаю какие-то странные песчанки огромные а сейчас я понимаю что и у меня они вымахали со временем тоже выросли то есть такие они мсистенькие стали как будто сейчас лето они как будто к зиме отъелись то есть они такие пушистые мясистые прям такие плотненькие хорошенькие песчаночки мне прямо очень сейчас они нравятся своим внешним видом так сказать вот я их решила подснять просто даже вот они их часто сажала в этот террариум и просто смотрите какие они уже большие ну во-первых естественно они обе сравнялись по размерам потому что раньше дочка вот она дочка кстати справа мама роет они раньше отличались я их всегда еще могла по размеру отличить а сейчас по мордочкам по выражению глазок и мордочкам самим различаю дочку с мамой потому что они стали абсолютно одинакового размера и абсолютно одинаковой толщины скажем потому что даже когда ни одного размера были дочка как то все равно похудее была сейчас она сравняла полностью маму догнала и вот она да наша новая как обычно наша новая рыжая песчанка которая у нас везде это рыжая песчанка еще и у черепахи часто присутствует здесь видите они начали короче прогрызать конкретно где камушки я решила в этот раз заклеить это отверстие скотчем который такой не скотчем необычным скотчем на скотч такой который серебристый который знаете с этим господи с тканевыми вставочками с такими только не с тканевыми а вот этими непроницаемыми вставочками вот и только я на видео это правда не засняла как тут я буду это заклеивать вот кот естественно коту нужно все проверить посмотрите вот по сравнению с котом видите какого размера большого сама по себе дюна то есть она очень большая то есть вот я вам что говорила про размер размер должен быть прям очень большой очень крупный для двух песчанок прямо это обязательно видите кот с песчанками у нас уже живут как я уже и говорила ранее в полном симбиозе они уже друг друга воспринимают знаете как вот прям как знакомых реально песчанки абсолютно вообще не пугаются кота и сколько бы он к ним не лазил даже бывают такие интересные моменты когда песчанка квет водичку и кот сидит на нее охотится и прыгает ну на дюну на эту большую и у казалось бы первое что должна быть реакция песчанки она должна полететь убежать там начать топать к вот этот сигнальный их знак тревожности сейчас хотя бы расскажу вот нет то есть она просто сидит как пилаток и пьет воду я вот не не успеваю заснять как это как происходят эти моменты надо быть наверно в шортс и потом записать показать ну в принципе вы видели когда кот у меня где-то один шортс есть где кот лежит и песчанки абсолютно занимаются своими делами и вообще не как будто у них ничего не происходит как будто там нет огромного кота сверху но так мало того что они говорю они его еще и кусают сами если к примеру он лапами что там пытается или лапы лежат там где она может его достать она может его еще и кусануть но не со злости а просто как как в плане изучения то есть многие грызуны они изучают с помощью укусов но с помощью зубов они пробуют на зубок так они изучают вот и она его как бы может тоже попробовать укусануть но она его ни разу не кусала чтобы он то есть там взвизгивал или что-то то есть она его так чисто знаете ну то есть метод изучения как я и сказала вот поэтому с с котом конечно взаимоотношения у них интересные то есть вот они сейчас стоят в маленькой баночке как бы они можно сказать уязвимы относительно и все равно кот просто ходит не гоняет там ее не охотится не пытается ее вскрыть там разбить чтобы скорее их достать и это точно как бы такой вот у них такая вот у них взаимосвязь на вот эту большую дюну у меня уходит два пакета опилок обязательно два иногда чуть больше сыплый надо чуть меньше в зависимости от наполнения последующего дюны и получается что у нас то есть я не просеиваю да я раньше занималась этим сейчас я перестала заниматься то есть неблагодарное такое дело это просеивание этих опилок причем в триоле кстати нормальная мне кажется не так они сильно пылят если честно потому что все равно просеять это пыли конечно много высеивается но ее бы она и будет высеиваться каждый раз когда вы будете просеивать поэтому я не перестала заниматься этим то что это долго вот просто на самом деле хорошие пилки покупаете лиственных пород и этого достаточно как бы ну конечно в идеале в самом идеале это конечно их просеивать но в триоле мне так нравится и до этого кстати у меня еще покупала другую фирму у них прям вообще просеивать не надо вот здесь я прикрепила им сенник это не тканевой материал то есть им его можно спокойно грызть это безопасно там я заклеила отверстие и закрыла еще их к старым домом у них теперь получается видите два домика и вот саму собственно самое интересное заселение песчаночек у наших вот этот новый домик они это для них это всегда тоже очень волнительно и интересно каждый раз с каждой уборкой то есть для них это все новое естественно все запахи новые все новое абсолютно потому что я еще и дюну всю мою всегда полностью целиком то есть не просто вытряхаю а еще и мою все поэтому все-все-все абсолютно новое вот и вот они сейчас будут пытаться изучать смотреть будут лазить как обычно то есть это кстати очень интересно видите ли она настолько привыкла в этом кубике что обратно залезла в него то есть она вылезла в свой дом и сказал не я пошла в кубик там запах привычный там же опилки их и вот сейчас пойдет самая-самая приколюха то есть они будут это изучать они помню весь день тогда суетились изучали смотрели все как я им все сделала им понравилось я думаю и они натаскали себе под этот домик который справа с кормом стоит вот этот домик они натаскали туда много сена и завалились спать то есть создали себе гнездышко поэтому кто там про сена говорит нужно ненужный у песчанок нужно им обязательно сена все на вот это любое которое продается тоже на в том же валберсе озоне на яндекс маркете удобнее все потому что там зеленое хорошего качества либо кто кого-то может есть еще и это сена сена вообще много где можно купить просто главное чтобы он было не соломой желтая а зелененькая чтобы они могли его и кушать потому что они его тоже едят вот они его тоже кушают и в нем они спят они себе себе делают из него гнездо и там гнездуют вот поэтому так вот все удобно и вот они сейчас все это будут изучать как обычно и бывает если у меня есть свободное время я могу садиться рядом с ними и смотреть потому что это очень занимательно потому что так они будут бегать очень долго на самом деле пока они изучают они бегают очень долго очень очень немыто и все интересно и конечно нам самим тоже за этим интересно наблюдать вот то есть поэтому как относясь опять к песчанкам те кто все-таки же еще только думает заводить прям могу смело советовать потому что это одни из самых уникальных зверей грызунов что самое горе у них позитивное это то что они дневные то что они достаточно ручные то что отсутствие полное полное отсутствие запаха и на самом деле песчанки не кусаются вот если честно то есть мои лично песчанки они не кусаются то есть если даже тот же самый хомяк все-таки же может укусить то у меня песчанки не кусаются вот поэтому и они очень любопытные им все интересно то есть с ними очень интересно заниматься и и смотрите, наблюдайте, вот смотрите, как она сейчас купается в песочке, ну здорово, то есть это всегда очень интересно за ними наблюдать, вот сколько бы как бы они ни были, они как-то, знаете, не наскучивают, потому что, как я еще раз повторилась, у того, у кого есть хомячки, и кто любит хомячков, вы знаете, прям фанатеет по хомячкам, создает им прям красивое огромное жилище, я все время думаю, вот бы эти люди попробовали себе завести песчанку, они бы просто обалдели от отдачи, потому что, ну хомяку они, знаете, я много встречала группы хомяковые, хомяководы, где там очень много красивых витрин делают для хомяков, и очень это все смотрится хорошо и красиво, но хомяки, я бы как назвала, не особо благодарны в этом плане, то есть любой человек обычно чаще любит, ну как-то, знаете, отдачу, да, какую-то, то есть ты как-то делаешь, стараешься, и тебе такая отдача, это всегда приятно, вот с хомяком такого нет, он, знаете, пойдет потом, набьет щеки, делает себе запасы и уйдет спать на целый день, и все, и когда вы его можете видеть, это поздно вечером, когда он крутит в колесе, либо ночью, когда он всю ночь крутит в колесе, и все, и то, когда вы к нему, к примеру, полезете, если у него будет не очень настроение, он просто начнет на вас кидаться, там, кусаться, и что-то такое, ну, знаете, такое себе, да, такая себе благодарность, а тут, получается, они, то есть им настолько все это интересно, знаете, как будто они показывают всем своим видом, что вау, что ты нам тут сделала, так прикольно, так классно, то есть вон они ко мне там вылазят, смотрят, они абсолютно здесь спокойно относятся к тому, что я стою и наблюдаю, то есть их это вообще никак не смущает, то есть если хомяков, вот, кстати, еще и смущает ваше присутствие, и они одиночки, и они не любят, как бы, то песчанки, они социальные, и они, как бы, даже им нравится, что вы на них смотрите, причем, когда я даже, как, почему я это заметила, это не мои, как бы, знаете, такие, как бы мне хотелось видеть и думать, нет, это на самом деле так и есть, потому что, когда я, к примеру, кормлю хамелеона, он стоит рядом с песчанками, а песчанки бегут ко мне и тянутся на задних лапках ко мне, то есть они требуют, как бы, к себе внимания, потому что они думают, о, ты к нам подошла, то есть, или ты около нас стоишь, то есть, ну, либо что-то вкусненькое дашь, либо просто с ними позаниматься, бывает у них настроение такое, что ты им открываешь дверь, они ничего у тебя не берут из еды, ну, то есть, как бы, игнорируют, не хотят, а прыгают на ладошки к тебе, то есть, посидеть на ладошках, вот, и сидят, я вот так и не поняла, что у них произошло, они как-то замерли и друг друга нюхали, вот, то есть, видите, видимо, скорее всего, у кого-то из них течка, я так поняла, они, кстати, песчанки и девочки друг другу помогают, имитируют, да, видимо, вот, видите, я так поняла, у дочки, походу, течка, то есть, вот это поведение, видели, такое непонятное, то есть, она как-то к ней её нюхает, упирается в неё, это вот чаще похоже, когда течка у девочек, и они помогают друг другу, имитируют момент размножения, назовём так, вот, это абсолютно нормально, некоторые пугаются, что всё-таки же, может, кто-то из них там мальчик или девочка, нет, то есть, это, да, девочки, они просто так, ну, вот так у них в природе есть, это как, есть портагенез, у которых у насекомых чаще всего, когда они себе создают самок, а здесь просто такая, знаете, помощь взаима, когда нет самцов, да, то есть, вот так вот тоже у них бывает, вот, сняла, сняла с этого ракурса, получается, как раз с того ракурса, как я обычно на них смотрю, когда к ним садишься, рядом сидишь, и они вот такие весёленькие бегают, прыгают, смотрят, ну, конечно, им очень всё это интересно, и вот так вот они, видите, коту очень интересно, видите, они даже вообще не обращают внимания, что там кот сидит, что он смотрит на них, он к ним постоянно, ну, часто у них, на самом деле, тусуется, потому что они шуршат, что-то копают, и кота, естественно, это привлекает, как охотника, и он к ним либо охотится на них, либо просто ложится на них и спит, прямо на дюне, и смотрит на них ещё, может, лапкой попытаться там их как будто половить, но, естественно, он к ним никак пробраться не может, что, говорю, самое прикольное, что пищенки это тоже понимают, и поэтому интересно за этим наблюдать. Сейчас пила мышкам копошилку для птичек, тут у нас, значит, листики всяческие, чумиза лежит, и много всяких ямердых, зёрнышек больше стоит, зёрнышек, конечно, но посмотрим сейчас. Сейчас я им тут поставлю. Так, они тут у нас, конечно, наделали дело, все на себе понатаскали, видите, гнездятся себе внизу. Так, сейчас мы им, ну-ка, посмотрим реакцию. Ага, интересно, да, сразу прям, сразу интересно, что такое? Любопытнишки. Они, кстати, очень выросли, видите, какие мясистые стали, смотрите, большие. Да, копошилка. Интересно как, угу, что тут такое, да, интересненькое? Вот это да. Так, поставить вам её куда-нибудь сюда, может, чтобы её не зарыли. Ну-ка. Идите, смотрите. Интересно, да куда делась? Вон она, наверху стоит. Да, наверху стоит. Залезешь? Давай, залазь. Вот это да, чумиза, да, это чумиза. Вкусно, да? Вкусно, смотрю, понравилось. Это дочка сейчас бежит, мамка кушает, а дочка бежит сразу любопытный нос. Ой, чего испугалась-то? Иди, иди. Сено понатягали себе, сразу опустил мешок. Ой, чумиза какая вкусная. Какая вкусная чумиза. Ага, так, не отбирай, ну-ка, ну-ка не отбирай, сейчас я вам поделю напополам. Сейчас. Всё, раздала. Поэтому, я говорю, всегда песчанкам всё делить на два. Что вон уже убежала, грызёт чумизу. И мамка грызёт чумизу. Больше всего, смотрю, им понравилась чумиза. Всё какие-то веточки, листики. Кот. Ой, вкусно. Красота. Ну всё, пусть копошатся. Может, что съедят. Тут всё для них съедобное. Кот, куда ты вот? Кот. Сейчас. Сейчас.